26 апреля ночью нас подняли по тревоге, объявили о том, что идет техногенная операция, авария произошла, и чтобы мы были в готовности номер один, 4 мая 1986 года, до конца мая мы находились в 30-километровой зоне, занимались, первоначально это первые дни, то есть был бардак, никто не понимал, что где, один день приезжаем, это поле заражено, на следующий день нет, убрать пшеницу, потом будем заставить его зараженным, вывозили села, люди, конечно, никто не хотел уезжать, но представьте, бросать все, тем более нужно, чтобы все люди выехали, нужно, чтобы взяли с собой только документы, ничего лишнего не тянули, ну а потом, чтобы не были там мародеры, потом подразделения нашей же части проходили, делали дезактивацию этих населенных пунктов, выставляли посты, уже к концу мая месяца, когда уже более-менее стабилизировалась зона, тогда уже натянули проволоку колючую, натянули датчики специальные, занималось наше подразделение чистой охраны общественного порядка и был караул номер один, караул номер два, которые выезжали непосредственно к самому блоку для наблюдения за обстановкой там, то есть в этом случае офицеры мы ехали по приказу, а солдаты, которые попадали в бой караул, они выдвигались туда по желанию, что было интересно, всегда все солдаты, вот меня тогда это поразило, им, они старослужащие, им уже уходить на дембель, они всем ребятам, которых только призвали, вам еще служить, а мы уже туда поедем, хотя, получается, они уже должны были быть уволены, но они служили, и вот тогда реально ты увидел нутро, то есть тот солдатик, который казался тебе, ну просто солдатик, он показывал себя с другой стороны, то есть это, ну, дорогого стоит. Сначала нам сказали, 10 рентген часть выведут, набрали там за несколько, за день, по-моему, или за два, дают команду, что теперь необходимо 25 рентген, и тогда часть выводят, когда набрали 25, командир части собрал нас всех и сказал, товарищи офицеры, передайте личному составу до смены, то есть показ военкоматов не наберут, а это произошло уже к концу мая, и когда нас приедут менять, тогда и поменяемся мы. Мы сутки в зоне, сутки с зоны выезжали, жили в палатке, ну, что такое в лесу, палаточный городок, май месяц, ну, холодно, и плюс радиоактивная пыль, непонятно откуда, выбор из произошел, куда подул, не знаем. Подул на нас, 3-4 дня палатки снимаются, ставятся новые, потому что те уже в могильник, они уже дезактивации не подлежат. Бронетехника, с одной стороны, БТР как бы плюс, хорошо все, но через 15 дней они уже фонили больше, чем окружающая среда, потому что металл имеет свойство накапливать. В 66-е газоны практически отходили месяц, их легче помыть. БТР сложнее помыть, поэтому они уходили в могильник, в первые могильники сразу. Сначала издали закон чернобыльский хороший, было 6,5 минимальных зарплат. Пенсия плюс надбавки, плюс все, все было прекрасно. После того, вот, когда у власти пришел Тегибко, он нам урезал пенсию, и ребята, которые получали там по 5 тысяч, по 6 тысяч в то время пенсию, стали получать пенсию в 1800-2000, и это резко так все. После этого вот уже с новым правительством нам сделали тех, ну, опять же, сделали частично, то есть, вот чем отличается офицер срочной службы, допустим, или солдат срочной службы, от того, кого призывал в военкомат. Они что, меньше дозы получали или что? То есть нам пенсию сделали 5 минималок, а им пока рассматривают. Да, много ребят умирает, у всех здоровье, все люди, ну, как сказать, с медициной тоже проблемы, проблемы с лечением. Ну, сейчас Харьковский центр чернобыльский шикарный, туда они принимают и Донецк, и Луганскую область, мы туда ездим без проблем, без ничего. То есть там я могу отлечиться 2 недели и только на свои карманные расходы потратить 500 гривен. Если я лягу к нам в неврологию в Славянске, ну, тот же курс лечения 7 тысяч обойдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова